МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Офер национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии. Ольга Пырочкина и в этом выпуске. Детский вопрос. В Чебоксарах обсудили реализацию национальной стратегии действий в интересах детей. Выпил в тюрьму. С 1 июля вступает в силу новоизменения в ПДД. Со счетом или на счете? В Чебоксарах демонтируют рекламные конструкции. Три года назад в России была принята национальная стратегия действия в интересах детей, рассчитанная на период до 2017 года. Как она выполняется, в Чувашии обсудили наседание Координационного совета, которое провел Михаил Игнатьев. Защита материнства и детства – приоритетная задача национальной политики. Сегодня государство использует различные инструменты стимулирования рождаемости. Пособие за третьего и последующих детей, бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям, субсидирование процентной ставки по предоставлению ипотечных кредитов, а также материнский капитал. Кстати, с этого года его можно потратить не только на образование, жилье или пенсию матери. Соответствующее решение было принято. И сегодня все эти получатели материнского капитала имеют право обналичивать 20 тысяч рублей не по строго расписанным правилам, а на усмотрение самой семьи. Сегодня остро стоит вопрос поддержки молодых студенческих семей. Правительством совместно с Советом ректоров разрабатывается целая программа с целью снижения возраста первых родов. К сожалению, мы видим, что женщины и мужчины сегодня откладывают рождение первых детей и средний возраст рождения первого ребенка у нас в республике, как это ни странно, составляет порядка 27 лет. Это средний возраст. Понятно, что есть и моложе, есть и старше. То есть это довольно-таки возрастное уже поколение будет. Поэтому, конечно, у них не останется времени для рождения третьих и последующих детей. Большое внимание уделяется развитию инфраструктуры. В 2015 году планируется построить семь детских садов. Популяризация здорового образа жизни среди молодого поколения также одна из важнейших задач. В Чувашии функционируют 52 спортивные школы. И из года в год количество занимающихся в них растет. Итоги 2014 года показали, что всего тренировочными занятиями в спортивных школах охвачено 33 135 человек. Увеличение по сравнению с предыдущим годом на 2263 человека. Фактически различными форумами физкультурно-спортивных занятий сегодня в спортивных школах, клубах, различных секциях, детских дворцах, центрах активно занимается около 47 процентов учащихся школ. Свою эффективность доказала практика открытия в спортивных классах. В них расписание занятий составлено так, чтобы дети имели возможность посещать тренировки два раза в день. Такая инициатива не требует дополнительных финансовых затрат и поддерживается многими школами республики. Анастасия Алексеева, Елизавета Зайцева, Расиль Мухаммедов, Республика. В Чувашии прошел традиционный день главы и муниципального служащего. Работники органы местного самоуправления решили не просто поздравить друг друга с профессиональным праздником, но и провести спортивные мероприятия. Приехал на Карлышскую поляну в Маргаушский район и в Рио главы Чувашии. Михаил Игнатьев. Весь день главы местного самоуправления, сотрудники администрации районов и сельских поселений соревновались в комбинированной стафете и силовом троеборье. Состязались на волейбольной и футбольной площадках. Сдавали нормы ГТУ. Михаил Игнатьев в приветствии участников отметил, что в этот день люди, которые организовывают праздники для других, сами могут отдохнуть, порадоваться успехом. Ключевыми показателями являются в реальной жизни это естественный прирост населения. За последние годы мы добились этого. Во-вторых, продолжительность жизни у нас увеличилась на два с половиной года. Количество долгожителей увеличилось на 18%. И количество многодетных семей увеличилось на 25%. Это о чем говорит? Это говорит о том, что органы власти выстраивают правильные отношения с нашими жителями, нашими семьями. Семьи уверены в завтрашнем дне. Уверены в том, что общественно-политические стабильные ситуации сохранятся в среднесрочной, долгосрочной перспективе. И те задачи, которые ставил перед нами президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин по выполнению указа президента от 7 мая 2019 года, мы их сполна выполняем. В комбинированной стафете, которая включала в себя плавание на 50 метров кросс на 300 метров и езду на велосипеде на 1 километр, победила команда администрации столицы республики. А глава Чебоксар получил приз зрительских симпатий в конкурсе «Коси коса, пока роса». Здесь проигравших нет. Выигрывают все, кто участвует в этом конкурсе. Я думаю, что выигрывают хорошее настроение. У всех, конечно же, здесь необходима удача. А самое главное, наверное, здесь вот это складывается командный дух. Михаил Игнатьев вручил знак отличия за безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской республике Леиде Никитиной, сотруднику администрации Аликовского района. После торжественного открытия праздника состоялся волейбольный турнир между сборными глав администрации районов и городов и главами сельских поселений. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Расиль Мухаммедов. Республика. В следующем году пройдет всероссийская сельскохозяйственная перепись. Как идет подготовка и что нового будет в учете сельскохозяйственных сведений на будущий год. Обсудили на седании правительственной комиссии. Село в порядке, страна в достатке. Под таким лозунгом пройдет всероссийская сельскохозяйственная перепись. В новейшей истории России она будет второй. И по сравнению с переписью 2006 года вопросник пополнился новыми пунктами. О применении сельхозпроизводителями передовых методов ведения хозяйства, о привлечении ими кредитных средств, получении бюджетных субсидий и дотаций. При сборе и обработке данных будут широко применяться самые современные технологии, а также планшетные компьютеры. Результат – повышение качества и оперативности работы переписчиков. Законом по инициативе Аграрного комитета Госдумы внесено предложение, что в период между переписями будут проводиться микропереписи. Сбор сведений будущего года коснется всех сельхозпроизводителей. От личных подсобных хозяйств, дачников и садоводов, до фермерских угодий и крупных сельхозпредприятий. В Чувашии ведется полномерная подготовка к проведению переписи. Готовится 8 списков объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Выявлены и проблемы. По данным Росреестра 2700,270 тысяч фермерских хозяйств у нас имеется с площадью башни 49,7 тысяч гектаров. Из них 200 ликвидированы, то есть не имеют статуса фермерского хозяйства. С площадью башни 2,3 тысячи гектаров. Тоже по ним необходимо провести всю работу для того, чтобы определить на чьих землях или кто это такие, являются ли они теперь фермерами или личными подсобными хозяйствами. Сельскохозяйственная перепись должна выявить не только слабые и сильные стороны агропромышленного комплекса, но и его реальный потенциал. Это позволит выработать эффективную аграрную политику на будущие годы. Татьяна Леонтьева, Надежда Якулева, Сергей Рябчиков, Республика. МЧС по Чувашии объявил режим чрезвычайной ситуации в Шамуршинском районе. Режим введен в связи с продолжительной засухой, вызвавшей существенное снижение урожайности. С 1 июля в Чувашии вступили в действие новые тарифы на коммунальные услуги. Подорожание укладывается в пределы установленной федеральной службы для нашей республики. Сколько будут платить чебоксарцы и за что, напомнили на пресс-конференции в администрации города. Вкратце. Холодное водоснабжение и водоотведение подорожали на 12,2%. Горячее водоснабжение в закрытой системе также на 12,2%. В открытой на 11,1% и 8,6% в зависимости от поставщика. На отопление 12,2% и 8,8%. Горячая вода и тепло от коммунальных технологий дороже, чем от волжской ТГК. Данные приводятся в сравнение с декабрем 2014-го. В январе, напомним, тарифы не повышались. В абсолютных цифрах это выглядит примерно так. Тариф на 1 кубийский метр холодной воды до 30 июля был 11,94 рубля. Это тонна воды, очищенной питьевого качества воды, соответствующей всем требованиям, стоила вот такая услуга по водоснабжению. 11,94 рубля. И с 1 июля рост 12,2% произошло увеличение вот этой услуги на рубль 45. Давайте говорить не в процентном отношении, а чтобы наши горожане понимали. Произошло увеличение именно на рубль 45 копеек. И плата за холодную воду с одного человека в месяц составляет 59 рублей 38 копеек. Несмотря на повышение, тарифы в Чувашии остаются одними из самых низких в Приулковском федеральном округе. Тем не менее, суммы в квитанциях увеличиваются. Следовательно, больше станет и получателей субсидий. Рассчитывать на материальную поддержку могут те семьи, которым приходится платить за коммуналку больше 22% совокупного дохода. Продолжая тему ЖКХ. 1 июля завершился основной этап лицензирования управляющих компаний. 119 получили разрешение продолжить работу. 28 отказано. 920 многоквартирных домов по всей республике остались без управляющих компаний. Сейчас жилищные инспекторы проводят встречи с жителями домов, чтобы помочь решить спорные вопросы и выбрать новую УК. Комиссия госжилинспекции и администрации Чебоксар посетила два дома на 324-й стрелковой дивизии и Кадыково. В одном УК работает на совесть, в другом претензии так и сыпались на представителей комиссии. Из горячего крана течет холодная вода, большие начисления платы на общедомовые нужды и благоустройство. Если мы находим нарушения, первое, к нам должны обратиться граждане и сказать, где какое нарушение они видят. По этим обращениям мы выезжаем, проверяем, выдаем предписания. Если они наши предписания не выполняют, то, соответственно, привлекаем к административной отместности. Срок предписания в зависимости от сроков выполнения предписания, там разные, у всех разные. Если, допустим, течет крыша, протекает крыша зимой, мороз там и так далее, то, соответственно, мы даем разумные сроки предписания, чтобы человек или организация могла выполнить ту или иную работу. У жителей дома по улице Кадыкова претензии не только к качеству работы УК. Уже три месяца они не понимают, какая организация их обслуживает. После того, как ПИК-1 не получила лицензию, с домом стала работать УК «Надежный». Затем ПИК-1 удалось лицензироваться, и компания стала оформлять дома обратно. На сегодняшний день где-то 75 домов у меня, но некоторые дома решили перейти в другую компанию. На это мы воспрепятствовать не можем, но население, считайте, микрорайон целый вот этот. Очень много, ну, 500 тысяч квадратных метров было у меня. Процесс лицензирования не закончился. После 1 мая поступило 37 заявлений от управляющих компаний. Из них 18 повторно. Госжилинспекции заверяют, что не оставят ни один дом без обслуживания. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. С 1 июля в России вступают в силу поправки в закон Басага. А теперь можно заключать соответствующий договор в виде электронного документа. До этого страхователи обязаны были получить бумажный полис. Также заработает электронная база страховых договоров. Начнут действовать изменения в правила дорожного движения. Основное, пожалуй, самое строгое уголовная ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Если водитель второй раз попался за рулем под шофе, ему грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание – два года лишения свободы с лишением водительских прав на три года. С 1 июля вступает в силу и новый алгоритм действий водителей на месте ДТП. В случае, если в нем нет пострадавших, оба водителя согласны с причинами аварии, а причиненный ущерб незначительный. Участники ДТП не просто могут разъехаться, не дожидаясь инспекторов, а обязаны освободить проезжую часть и не создавать препятствия другим участникам движения. В противном случае может грозить штраф в размере тысячи рублей. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации города Шумерля Андрея Броницына, обвиняемого в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в сентябре 2011 года обвиняемый дал указание подчиненной сотруднице изготовить акт обследования частного жилого дома, куда включить несоответствующие действительности сведения, что он не пригоден для последующего проживания и подлежит сносу. В последующем, на основании этого документа, он издал постановление, в соответствии с которым признал проживавшую там женщину, нуждающуюся в улучшении жилищных условий и имеющий право на обеспечение жильем. На основании этих документов, в последующем, Министерством здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, жительнице этого дома была предоставлена единовременная денежная выплата в размере свыше 990 тысяч рублей, которые в последующем были направлены ею на приобретение новой квартиры. А старый дом, в котором она проживала ранее, был продан. Однако, как следует из материалов уголовного дела, этот дом, как и до фиктивного признания женщины, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, так и в настоящее время фактически пригоден для проживания. Кроме того, будучи главой Андрей Броницын, незаконно предоставил предпринимательнице земельный участок в собственность по явно заниженной стоимости, примерно на полмиллиона рублей дешевле. Коррупционные преступления в сфере землепользования, к сожалению, лидируют в структуре правонарушений, совершаемых на уровне органов местного самоуправления, отметил руководитель Следственного управления Следственного комитета России Пучеваший Александр Мегушев на заседании Совета по противодействию коррупции. Анализ этой работы показывает, что большинство преступных действий связан с незаконным отчуждением земельных участков. Примером это являются уголовные дела в отношении главы Сарбокасинского поселения Чуваксарского района Григорьевой, бывшего главы администрации города Шумерля Броницына и первый заместитель главы администрации Парьевского района Куторкина. Все это свидетельствует о том, что необходимо усилить контроль за деятельностью органов местного самоуправления, а также ликвидировать правила в законодательстве, регулирующем земельные правоотношения. В начале 2014 года в Чуваксарах, как и по всей стране, начали наводить порядок в сфере наружной рекламы. Тогда в силу вступил федеральный закон, согласно которому схему размещения рекламных конструкций должны утверждать органы местного самоуправления. Было демонтировано множество счетов. Однако и сейчас, спустя полтора года, приходится бороться с нарушителями. Выиграли аукцион, заключили договор с городадминистрацией, установили рекламные счеты, нашли рекламодателей, разместили на счетах рекламу. По такой схеме работают фирмы, которые специализируются на наружной рекламе. Бизнес, как показывает практика, весьма выгодный. Тем не менее, одна из организаций после установки счетов городу за места в течение длительного времени не платила. Итог – миллионные долги перед городом, судебное разбирательство и приговор фемийные счеты демонтировать за счет неплательщика. Данной организации был предоставлен месяц на добровольное исполнение решения суда. И вот сейчас это решение суда исполняется. Сегодня демонтировано пять рекламных конструкций. В течение этой недели будут демонтированы все оставшиеся в данной организации. На сегодняшний день было 28 рекламных конструкций. Кроме того, имелись и другие нарушения – отсутствие подсветки, незаглубленные бетонные фундаментные основания. В общей сложности городская казна недополучила от фирмы нарушителей около 12 миллионов рублей. Впрочем, кроме администрации столицы Чувашии есть и еще одна пострадавшая сторона – рекламодатели, которые заплатили за размещение рекламы на длительный срок. Специалисты отмечают, прежде чем заключать договор, обязательно проверьте, внесен ли щит, либо другая конструкция в официальную схему размещения. Нет ли у компании, которая предлагает место для рекламы долгов? Эту информацию можно найти на сайте городской рекламы или обратиться к сотрудникам учреждения. Национальное телевидение продолжает расширять телевизионную аудиторию. Сегодня канал вещает практически во всех городах и районных центрах республики. При этом большую роль играет качество и количество транслируемых передач. Программа постоянно обновляется. Сегодня в эфире национального телевидения в основном идут программы, которые мы создаем нашими своими собственными силами. Но надо сказать, что мы показываем не только наши программы, но у нас есть еще так называемый закупной контент. Во втором полугодии этого года этот контент должен качественно поменяться, в лучшую сторону, конечно же. Поэтому мы сейчас начинаем работать с новой фирмой, с новым поставщиком этого контента. В этот контент входят как интересные, популярные, документальные фильмы, программы для детей и молодежи, мультипликационные сериалы. Ну и самое интересное, пожалуй, это сериалы и фильмы, созданные в свое время как советскими производителями, так и российскими кинопроизводителями. Это все новости. Я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго. Оставайтесь с Национальным телевидением Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова